он либо ненормальный либо гениальный господи не заслужил это режиссерское решение или ваше какое-то принципиальное условие у меня столько призов что даже посуды меньше чем этих призов затесался среди всех наград оскар сам купил будешь жалеть какая самонадеянность от самого себя ты не свободен впервые об этом заявляю назвали классным клоуном сумасшедшим назвали вот сейчас я начну вспоминать и рыдать стану и мне в дураку ногу на ногу и знать как это заурчать перед вами а вам стало неловко светите виктор иванович и не меркните трудиться будем труд нас отполирует глядя на нашего героя один выдающийся режиссер сказал он либо ненормальный либо гениальный вообще вся жизнь этого человека подобно чуду буквально с пеленок он мечтал быть артистом но стал поистине известен только после 40 вся его линия жизни поделена на три отрезка и в одном из них неминуемая гибель обернулась возрождением рядом со мной народный артист россии гениальный актер виктор сухароков виктор здравствуйте и спасибо вам большое за эту встречу спасибо и вам здравствуйте когда-то давно в двухтысячных где-то в начале вы сказали журналисту что вам бы очень хотелось и вы мечтаете о том чтобы стать достоянием республики попасть в историю да и оставить после себя информацию хорошая громкая амбициозное заявление вот и все это скромные амбиции сегодня берут другим бузовщиной у нас бузовщины не было у нас было что-то другое и конечно я это заявлял иронично вертляво шутовски потому что даже к таким вещам как слава популярность деньги мы относились по-другому мало того вдогонку впоследствии когда я уже начал сниматься и потом играть спектакли у меня были случаи когда а не боитесь эту роль играть ее играл сам леонов а не боитесь играть эту роль ее играл сам смоктуновский а не боитесь нет не боюсь я сыграю лучше понимаете ой какая самонадеянность вы не ну да потому что каков вопрос таков ответ я ведь играю не смоктуновского там ли он леонова и проживаю не их жизни я проживаю свою жизнь я иду своим путем это мое путешествие она не ровный она не хайбэй она не какая-то трасса со свистом и шуршанием импортных шин понимаете какого-то лакированного автомобиля все непросто все знать как бывает и в сапогах бывает босиком идешь по жизни испотыкаешься и окровавливаешься и размазываешь сопли по розовым щекам всякое бывает но наступает какой-то момент или какие-то мгновения жизни бывают когда ты думаешь а кто ты есть а зачем ты а чего ты хочешь я-то знаю что я хочу только оказывается мои желания зависит от других и тогда говорят я свободен да никто не свободен но только мы не свободны не от власти мы не свободны от самих себя от самого себя ты не свободен вот в чем тайна тайн и не расшифрованная философия каждой жизни каждого из нас впервые об этом заявляю и когда я вижу молодого человека одетого бутва хорошо выглядевшего может хорошо пахнущего потому что парфюмерные магазины как столовых с котлетами и он вдруг орет хочу свободы там у меня отняли юность или детство я немножко удивляюсь этим людям потому что хочется задать вопрос то сначала мне пожившему растерявшему растерявшему по жизни очень много пожертвовавшему и все равно радующими все жизни я жизни радуюсь любой потому что она жизнь хочется задать вопрос расшифруй мне дураку старому лысому а что такое свобода а что такое самодостаточность что такое целеустремленность что такое твои желания вот и все нет ответа есть какие-то невнятицы мычание и неграмотность а сегодняшнему виктору ивановичу какие воспоминания о себе после себя хотелось бы оставить благодарность тот поход людей которые еще будут меня помнить чтобы они говорили был бить к сухоруков был витюшка был виктор сух иваныч ой вы вы не застали сухорукова а вот я была знакома сухорукова а я видел сухорукова мне кажется опять это я фантазирую первый раз тоже говорю наверное после смерти восхищение благодарности и комплименты будут звучать честнее чем при жизни почему-то мы одни комплексуют от высокопарных слов и когда вы представляли сухорукова сказали гениальный артист и мне в дураку ногу на ногу из-за знаете как это заурчать перед вами а вам стало неловко я что-то стеснялся чуть-чуть душ вот где-то там чуть-чуть ну вот зачем почему я вдруг подумал о своих коллегах о своем поколении об актерах у которых чего-то не складывается что-то не происходит а мы были рядом мы пили вместе ходили вместе разбегались сходились и вдруг я ушел а многие остались и они достигли тех высот каких достиг я а я их достиг я этих высот достиг поэтому иногда поднимают глаза к небу господи не заслужил за что мне а я знаю за что но только мне уже неловко не перед богом а перед теми людьми которые были со мной рядом и поставили на мне крест и такое бывало и в данном случае сегодня да да я хочу оставить после себя здоровые воспоминания хочется сегодня мне сегодня вот в ясном уме и трезвой памяти заявлять что хочу жить и работать с пользой какое-то знание пусть чуть-чуть но знание входило в людей после общения со мной не знаю тоже на это возрастное виктор иванович если посмотреть на вашу афишу на два месяца вперед да вы одновременно сейчас задействованы как минимум в пяти спектаклях сейчас перечисляем вместе да старший сын царство отца и сын 6 даже а что 6 интересно ррр улыбнись нам господи и встречаете мы уходим 6 какой царство отца и сына римской комедии римской комедии забыла я поняла ни в одной из этих постановок был еще тортюф на малой бронны я уже в год как не играю так это год не играете а ближайшие месяцы мы перечислили спектакль и у вас нет второго состава ни в одной из постановок это режиссерское решение или ваше какое-то принципиальное условие но этого режиссер вы спросите но по крайней мере открою секрет совсем недавно ходил к руководству одного театра я к служу в театре массовета улыбнись нам господи это спектакль театра имени махтангова а старший сын это театральное товарищество свободная сцена театральное агентство но и она называется антре приза а так слово антреприза она немножечко опошлина испохаблена испорчена и звучит немножечко не очень правильно то я отрезал половинку и называю бантре я играю в антре старший сын вот грандиозным успехом пользуется спектаклем недавно были на гастролях турне по германии с юга на север пять городов ой ой как принимали кат принимали как думаете в чем успех я думаю в честности в честности актеров там же команда очень талантливая и каждый в отдельности очень честно трудились на сцене а это очень важно талант талантом но талант должен быть видимым пружинистым энергичным талант должен отдаваться они просто демонстрироваться вот смотрите какой я талантливый вот глядите какая я красивая и красота должна бежать как поток реки в зрительный зал все что приготовлено нас на сцену для зрителей все должно уноситься туда если это только иллюстрация конечно это скучно не интересно и поэтому никакой радости а когда это все сочиняется и а вот эта отдача и есть честность и когда это полная отдача стопроцентная честность вот в этом успех уверен по-другому не могу сказать так вот вы говорите там нет второго состава нет второго состава почему я вот недавно в театре в своем пришел к руководству говорю ну вот хочу начать новый спектакль какой-нибудь давайте вы немножечко разбавим и есть спектакль тем более они уже все взрослые царство отца и сына идет с ошеломительным успехом 11 лет ну здесь нет 11 федорианыча играю не хотят в римской комедии уже ушел георгий георгиевич сараторкин тоже питерский актер правда там полжизни отработал вот поменяли на другого актера и конечно по моему на мой взгляд я честно это признаюсь спектакль стал утрачивать смысл они разные сергей виноградов и дара торкин пришел тоже говорю дайте мне второй состав не дают и если я вам буду сейчас формулировать и делиться с вами причиной почему отказывают и римас туминас в вахтанговском театре к нему тоже приходил хотя спектакль и в америке был и в англии и в израиле улыбнись нам господи я играю там еврея русские артисты играю евреи и играю лучше всех господин розентали да а в котором о котором написали в ней рак таймс да и не только назвали классным клоуном сумасшедшим назвали вы прочитали ой что вы я так люблю эту роль она мне тяжело дается потому что у меня там и нации то нет в голове у меня там судьба и я эту судьбу несу ой вот сейчас начну вспоминать и рыдать стану и это тоже не показуха а именно римас туминас настолько заложил он ведь работает очень вскользь с актерами он он строитель он инженер понимаете а вот внутренний мир мы сами сочиняли и в данном случае как-то меня выбрал и опять он тайком посмотрел спектакль от артюфа там ходил познакомился со мной только после этого приходы у меня роль для тебя есть и конечно огромный мощный исторический традиционный театр вахтангов традиционный со своими традициями театр и вдруг вытаскивает с улицы артиста не самого плохого конечно но чужого и я это понимал и тем не менее для меня это награда премия бога как я однажды сказал в антенке в интервью потому что такие роли не каждый как сказать это даже не выиграть не купить не откопать в археологических экспедициях вот дал бог и поэтому когда ты не не находишь ответа откуда это пришло и за что тебе начинаешь смотреть к небу поднимать глаза и думать это промысел так и здесь и даже он когда я пришел говорю отпусти меня тоже первый раз рассказываю он вжался в кресло он говорит я тебя понимаю я подумаю я посмотрел на него дошел до двери кабинета повернулся к нему и говорю забудь про разговор и он мне ответил спасибо вот и почему надо их спросить не повторить не повторить вот поэтому мне неловко даже предположительно объяснять почему я один везде во всех ролях я знаю одну причину но одну из причин потому что в них сухоруков горжусь ли этим не очень потому что если бы у меня был компаньон на напарник соратник коллега даже соперник если бы на моих ролях нас было двое трое но четверо это уже неприлично я бы не был конкурентом я был бы союзником убежден но не хотят что делать а мне тяжело потому что я хочу идти на новенького а у меня уже времени нет я сейчас снимаюсь фильме иван грозный малюты скуратовой я сыграл его в сериале борис годунов да 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 одна серия всего выдал замуж дочку за годунова и познакомил его с иваном все и ушел а тут уже серьезный вот этот огромный период истории руси и там конечно нужен скуратов посерьезно я говорю не сяду на коня не сяду ни к лошади не подойду отстаньте ну они там что-то сочинили такое что мой скуратов на лошади не поедет может поедет кто-то другой но мне это уже не важно роль интереснейшие работаю с наслаждением я снимаюсь вот сегодня бывание грозным попадаю действительно в мир кино не в кино индустрию понимаете не в проект именно мир кино сказку декорации мебель все вот эти даже реквизиты от свечи от подсвечника до перстней одежды матери божья ой аларкон так строит атмосферу дыма тумана воды огня пыли ой ну это что-то ветоши вот это горши горшки все это красота не описаны ну и конечно алёша андрианов который был режиссером году но он продолжает снимать грозного ну что вот сейчас каждый раз я уже этого не делаю раньше было любопытно и и ты что мы сегодня сделали покажи покажи сейчас я уже не не сильно прошу но иногда подсматриваю как мы сняли тот или иной эпизод я в счастье и вот этого счастья сегодня маловато может быть потому что больше сниматься нет нет потребность всегда есть потому что это труд эта работа это тем более она меня уже как бы приковала к себе но я был избалован в 90-х я был избалован поздно а то есть я был принят в киномир поздно 80 по серьезному восемьдесят девятом году юрием маминым питере бакенбарды фильм бакенбарды но потом в 90 конечно я был избалован и режиссерами ролями и количеством в конце концов и наградами у меня столько призов что даже посуды меньше чем этих призов они у меня все на виду я их не прячу они у меня дома они в офисах потому что нету ни агентов никаких директоров у меня никогда не водителей у меня ничего этого нету я хочу быть простым смертным но только со званием народный артист и с любовью народа вот и все но вот идет одинокий человек по тротуару а он народный артист и любимец народа я одинокий человечек который живу и хожу дышу среди всех остальных а вот расскажите-ка пожалуйста как у народного артиста россии затесался среди всех наград оскар а сам купил на бульваре где кинотеатр кодек где проходит церемонии я был в лос анджелесе с делегации стаса нами на в свое время ну и как надо посмотреть где эти звезды на в тротуары в тюханы где ходят мировые звезды заходят кинотеатр кодек а там на обратной стороне улицы ларечки 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 как мы вы тоже в 90-х годах москве вот эти все киоски 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 и там продают естественно сувенированные продукции и оскаров немерено ничего делать не надо только были бы деньги ну и взял купил за что себе вручил как за то что я есть там придумать можно я даже написал не за что-то я мальчик игры выгравируй меня и у меня оскар стоит the best actor виктор сухоруков вот и все лучший актер а актер чего неважно электрички вокзала общественного туалета театра неважно актер жизни мира своей профессии но вот скажите голливудские актеры они ведь все со сцены признаются в том что в детстве они себе это представляли очень четко видели репетировали эту речь в микрофон фен куда угодно в шампунь буквально да с вами что-то подобное было вы поклонный репетировали никогда я и с вами-то разговариваю вы же видите импровизационно я никогда ни к чему не готовлюсь я готовлюсь к действу а не к слову я слова не сочиняю это когда мне вручали первый раз в жизни за роль павла которую которую которого я сыграл в ленинграде у виталия мельникова бедный павел как он мне доверил фантастическая удивляюсь да и мне вручали нику конечно я был потрясен и вручал не кирилл лавров народный артист советского союза тоже актер театра бдт и тамар гверцетели и естественно вышел в смокинге от пьера картена с бабочкой и действительно сказал что вдруг вспыхнуло в моем сознании я не благодарил родителей я благодарил и друзей почитателей и врагов завистников я благодарил всех то сделал да за то что это случилось и там была фраза я фабричный мальчик из орехово зуева сегодня получаю нику чудеса только ваш брат журналист как куда делся не знаю из центральной газеты московской в свое время и пишет и вышел сухоруков получать приз значит за главную мужскую роль и как фильме вера морецкая вот стою я перед вами мужем битая туда-сюда она так разозлила меня своей вот этой иронии вот этим высокомерием она даже не оценила что для меня конкретно для меня не буду обобщать это было очень важно это признание это как ни странно было признание потому что за мной не стояли кланы клубы организации бригадиры начальники паханы любовницы и любовники не было никого не я усмотрел в этом заявление моего кино сообщества что сухоруков мы тебя принимаем ты артист вас ранят такие слова а как же тогда ранил сейчас не ранен потому что я уже тоже сытый я уже к этому привычный понимаете а тогда это когда все это впервые когда что-то в первый раз нельзя над этим шутить или шутить надо очень красиво элегантно вот и все виктор вот сегодня сложно представить что когда то вся огромная страна могла и не услышать о вашем таланте вы рассказывали что в три года вы чуть не утонули вас дядя спас в 12 лет вы вообще три года а вас сколько это было я чуть не утонул чуть не в 9 месяцев в годик мне был вы это помните а я помню я вспомнил когда-то на каком-то этапе с картинку и начал эту картинку рассказать матери а мать так это была правда и она мне рассказала как дядя коля меня просто я бегал чапал по берегу и упал и передо мной только какие-то камушки песочек и вдруг я взлетаю к небу а это меня дядь коля схватил ты выкинул из воды нет нет я ну ну это было было ну хорошо а в 12 лет это правда сейчас будем проверять факты то что давайте в 12 лет обидевшись на маму решил вообще жизнью расстаться ой было это у всех детей вот наступает период у ребенка поверьте мне правда тогда не было вот этих ipad ну телефонных вот этой всей машинырии не было вот этой цивилизации технологий когда вот это все интернета ничего же этого не было телевизор то были один на 10 семей а может и на 20 в той в той жизни и конечно увлечение было кинотеатры концерты какие-нибудь завозные а так как город провинциальный все-таки орехово-зуево это москва всегда столица мы-то жили очень скромно в плане культуры просвещения развлечений и так далее конечно может быть там ребенок растет и видит мир совсем по чем сегодня они его наблюдают нынешнее поколение 12-летних и тогда я понимал и сегодня как бы сделал вывод наступает у ребенка период когда он думает что он единственный в этом мире что вы должны любить все и если его ранит все он очень чувствительный пульсирует на все что его обжигает не устраивает не удовлетворяет обижает оскорбляет унижает даже мама купи пирожок не куплю сейчас будем обедать это тоже уже какая-то серьезная обида и тогда мы начинаем фантазировать а вот если я умру будешь жалеть они тоже умрут или как я умру а они останутся нет они будут страдать и уже дитя сочиняет не свою жизнь после смерти он сочиняет страданий близких друзей родных окружающих его людей мне так показалось ну и взял отравился и пошел в кино новый аттракцион а потом сижу в зале не могу понять что только отравился хотел уйти из жизни а пацаны гайпаде в кино и пошли в кино серии а я не могу понять что у меня спать хочу в глазах темно а потом е-мое ешь таблетки проглотил так а потом признались маме ну конечно это все это было сразу ясно а я говорю ой пацаны я пойду я не могу я спать хочу дуру теть зоих таблетки взял драже там две драже выпил это и тоже взял пять штук нет это много для смерти этому возьму четыре нет а вдруг я помру так сильно что я уже не я живу взял две таблетки выпил снотворные какие-то это было никому не рассказывал об этом так подробно но в данном случае прибежал свалился в люльку и спал где-то сутки но это хорошо что мы сегодня можем со смехом об этом рассказывает но при всех нынешних возможностях до ситуация это не меняется подростки и сегодня очень романтизируют на тему депрессии на тему смерти как вы думаете а их вообще вот как можно защитить сегодня от вот таких необдуманных ошибок молодости это мы называем их ошибками а для них это не ошибки для них для юного поколения вот в чем и есть разница как эта проблема отцов и детей со времен мира древнего всегда были проблемы взрослых и юных во веки веков это будет всегда другое дело одно дело выпить две таблетки и выспаться другой случай когда мальчик с девочкой стреляет по полицейским снимают это все на телефон и говорят ну давайте нам лайки давайте и думаю а нашлись люди которые говорят вам в дурдом пора а другие вообще говорить об этом не должны а были выломать должны были выломать двери схватить их за шкирку и пендаля в сумасшедший дом и лечить а другого нет потому что это уже не юность не детство это не познание мира это безумие и она а это вот ну последний случай то ну это ей 29 лет сказали девчонки то двое детей быстро учиняет день рождения и все ведь она снимает на эту я не могу понять наверное людям интересно заглядывать замочную скважину есть такой образ мы же не заглядывали но образ замочной скважины был всегда и в нашу ой молодость у нее день рождения муж тем более говорят погиб а она все снимает снимай снимай пляски снимай друзей снимай праздник и вдруг этот праздник опрокидывается во мрак трагедия и она опять идет в мир с этими с какими-то железками в зубах конечно это какой-то сатанизм это бесовщина это не человеческое поведение я не знаю какое но в это вы залезть и сидеть и говорить всему миру какая ну я не могу это даже объяснить как актер вот дай мне эту роль и как какую подложить под это почву я не знаю и поэтому когда нет ответа начинаешь пугаться потому что не помочь не сказать не быть с ней мне нет желания потому что я не знаю а что мне с этим человеком а таких много и вы говорите как им сказать что вот это с бой с сигаретами появились эти водяные трубочки я бросал курить как на войну шел и когда у меня вот это начались вот эти моломки бросание курение я назвал это пытками врага вот меня враг пытает и я сказал умирай сухоруков не придавай вот того очищение ты хочешь очиститься освободиться освобождайся умри но освободись я не курю до сих пор это одиночная борьба как бороться за огромной армии молодых людей мальчиков и девочек потому что хочется им сказать вы прекрасны вы красивы вы одеты вы обуты вы хорошо пахнете у вас все в порядке у вас и зубки чистые и вы их даже можете поправить изменить стоматологии великолепно развивается чего вам не хватает и дальше начинается назидательность они так будут воспринимать потому что они вот это есть разговор двух времен и никогда здесь согласия не будет и понимание не будет вот и все и когда взрослый говорит я хочу жить в ногу со временем каким а что для тебя понимание времени в ногу со временем а вторая нога где у этого времени вы знаете кто за этим стоит новое поколение юность нет ты мне нужен ты мне интересен потому что у тебя свои привычки свои пристрастия своя философии жизни но наша философия жизни почему и разница потому что если бы юность умела если бы старость могла вот и все никогда мы не будем вместе при всей какой-то тугости при всей безысходности даже иногда как какая исходила да вот рассказов о вашей жизни тем не менее сколько чудес было ответа нет поэтому и хочется называть и я осмеливаюсь обзывать события явлений чудом потому что нет ответа это случилось почему так произошло ответа нет последнее время произошло что-то что еще больше вас вдохновила подпитала перед вами сидит победитель такой благополучный человек который извините в родстве с создателем я же всегда говорю что просто своими силами и силами соседей друзей родных перед вами сухоруков бы не состоялся и мне кажется этого достаточно потому что даже сегодня иногда я думаю а это почему а это за что а как же так получилось потому как как часто ко мне подходят молодые актеры и актрисы и ругают наш театральный киношный мир у них что-то не получается и они мне жалуются вот там такие сякие нехорошие люди там все по блату друг друга двигают толкают я часто говорил встретимся через пару лет и и когда у них начинает получаться и я им напоминаю тот разговор они мне говорят этого не было а был случай даже один актер который сейчас очень неплохо работает который так ругался на индустрию потому что ему не везло ягода куда-то торопишься успеешь подожди потерпи все получится он так проклянул и я ему позвонил вот некоторое время алё здравствуй это виктор иванович сухоруков извините меня роминг пи 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 вот так вот это я не о чуде а об отношении поведения понимаете мы там все равно мечтая и стремясь были благодарны мы как-то даже злились и ждали по-другому сегодня я не понимаю другой случай ведь как я ушел от вопроса от разговора чуде можете к нему сейчас и предвернусь второй момент один снялся в одной картине и сразу ракеты взлетает и популярность и узнаваемость успешность какая-то и и начинается строится биографии по-другому а другой артист особенно в теле индустрии снимается 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 а потом говорит ну как же так ведь я так много работаю я все время на экране а славы нет и когда говоришь спрашиваешь своих там знакомых а ты вот это видел это вот этот актер знаешь а кто это мне даже неловко потому что думаю как же он же постоянно у тебя на кухне из телевизора голову высовывает а вы его не знаете значит нету чего-то личностного потому что не только надо иметь бирку как у коров знаете на ухе не только диплом наверно что-то нужны в глазах чтобы ресницы хлопали по судьбе по биографии по твоим чтобы я сквозь эти ресницы видел такие глаза в которые мне хотелось бы заглядывать и заглядывать и что-то оттуда на все обретать а когда просто Ну и что, ну и бубни мы. Миллионы бубнят. И кого-то это устраивает, а кто-то чего-то хочет такого, ничего для этого не делает. Чудо заключается именно в том, вы сегодня уже это чудо и сами определили. Только я уже настолько привык к этому, что и чудом не считаю. А я считаю, что это чудо, когда у тебя нет второго состава. Когда ты один. Это трудно, тяжело, устало. И тем не менее это чудо. Потому что для актера это странно, это здорово. Второй момент. Вот играю в спектакль. Играю долго, давно. Об этом неприлично рассказывать. Но мы говорим сейчас, вот как будто их нет камер. Тем более это наше первое знакомство. И мне уже не страшно об этом говорить. Потому что это повторяется. Если бы это случилось, пи-и-и. Ой, что это, как это. А когда это повторяется, сейчас поймете, что я имею в виду. Сижу в кафе, пью чай. Я люблю пирожные. Я сластена. И вдруг вижу пара, взрослая пара, что-то межуется. И то ли они уходят, то ли почувствуют, что я допиваю чай. Они ко мне подходят, мужчин, женщины. Говорят, простите, ради бога, мы были вот на таком-то спектакле. Не буду рекламировать. Ой, спасибо вам, вы великолепны. И пошло, пошло, пошло. Ну, как с удуванчика зонтики полетели в мой адрес комплимента, благодарности. И вот это добро от них пошло. И вдруг... Ну, когда вас нет на сцене, это такая тоска. Другой бы этот артист возгордился. Понимаете, как черт бы стал на ноге качать. А я расстраиваюсь. Я расстраиваюсь, когда меня благодарят и говорят, ну, а там все остальное не очень важно. Это ужасно. Я за партнерство, за коллектив, за команду, которая очень серьезно существует в спектакле «Старший сын», который мы часто возим в Питер, агентство «Свободная сцена». И именно вот этот шквал аплодисментов – это и есть благодарность не только за честность и исполнительство, но и за то, что мы команда, мы коллектив, мы группа, банда, как вы хотите назовите, стая. Вот. Но мы приходим и что-то такое вытворяем. В этом тоже чудо, что сегодня у меня есть право выбирать. Это чудо, что у меня есть сегодня возможность встречаться с вами. Ну, вы же, он легион нашего брата, но вы же позвали Сухорукова. И каждый из нас, привыкая, все равно говорит, о, телефон зазвонил, значит, еще нужен, стал быть интересен. Это тоже чудеса. И вообще, попробуйте относиться к событиям и явлениям в своей жизни, как к чудесам. Это намного интереснее и богаче, нежели относиться ко всему как должное. Это опасно, вредно и скучно. Виктор Иванович, вот что интересно. После выхода на экраны диалоги Балабанова вас по всей огромной стране, да и не только за ее пределами, начали воспринимать как своего, как брата, Витюлю, вот про которого вы говорите, да? Но давая интервью не так давно, вы отметили, что вы сами по-настоящему себя своим ощущаете в Иерусалиме. Меня узнают во многих странах, что удивительно. Значит, кино наше смотрят. У меня был уникальный случай, когда я зашел в магазин, в мужской магазин одежды, и два чернокожих продавца. Where from? Я говорю, from Russia. А, мы не знаем, мы там кино знаем, там, брат, два. Я говорю, я там снимался. Чего иди отсюда, брат? И они не поверили. Но на следующий день, когда я шел по той же улице, они увидели меня в витрине магазина, что я иду, выскочили на улицу, вот не вру, затащили в магазин и за 100 евро продали мне 5 брюк. Понимаете, фирменных, хороших. И кричали. Оказывается, они проверили, посмотрели, понял, что я не набрал. То есть много было любопытного. Или Венеция, остров Мурано, там муранское стекло. И я приплыл на этот остров, иду по тропинке, и вдруг сзади Виктор орет. Я поворачиваю, молодой парень. А он сам, то ли Словении, Словакии или Сербии, не помню, на ломаном русском языке, он в кафе увидел меня в витрине кафе, выскочил на улицу, добежал. Там какая-то еще такая авангардная конструкция, скульптура. И он говорит, я знаю. И начал мне говорить какие-то слова по поводу фильма «Брат». Вот, сфотографировались мы с ним. Такие случаи бывали по всему миру, начиная в Америке. А Иерусалим, просто когда я впервые приехал в Израиль, это была осень, неделя русского кино. Меня пригласили в делегации, и какая-то была поездка такая божественная. Погода была чудная. Прием был отменный. Уважение было море. Я чувствовал себя так комфортно. Да еще тебя посадили и повезли в Иерусалим. И дали такого гида, экскурсовод-женщина, которая от виллы Понтипилата повела меня по тому маршруту, по которому Иисус Христос нес свой крест. С остановками, камнями, со слезами, с муками до Голгофы. Вы не поверите, когда я уже... И я понимаю, что там уже некая есть экскурсионность во всем этом пути. И в самом храме Гроба Господня, и камень, омовение, и гора там, куда наклоняется. Немножко в этом есть символизм. Все, может быть, уже сдвинулось. И все это в других местах. Но вера, важна вера. И когда я приехал в Иерусалим, впервые. И я поймал себя на том, что у меня появилось желание, или вдруг возникло желание, оно во мне затаилось, возвращаться туда. И я хочу туда ехать, потому что там не только мне комфортно, мне там благостно. Не знаю, что это такое. И у меня было ощущение, что эта земля мне знакома. Что-то меня с этим связывало. Потому что каждый раз, когда я туда возвращаюсь, мне хочется благодарить и прощать. Удивительно. Всех благодарить и всех прощать. И в данном случае сам Иерусалим для меня – это действительно обетованная, земля божественная, земля непридуманная. И я все принимаю на веру и говорю – верьте. И будет вам счастье, потому что так оно и есть. И вот, когда первый раз я приехал, вы не поверите. Ну, я туда полез, где гора Голгофа-то, да, прикоснулся. Поверьте, я это не придумал. Я слез остановить не мог. Я рыдал, как девушка. У меня рекой слезы текли. Понимаете? И каждый раз, когда я прибываю, вот как будто бы ветерок по щеке похлопал – здравствуй. Вот как будто кто-то толкнул тебя каким-то теплом, каким-то солнцем, каким-то деревом. Повернешься – пейзаж. Назад там картина. Все время какая-то интересная жизнь, очень живописная. Само понимание того, что мы все братья по вере. Родные. Ну, как бы родные люди, да. Вам помогает это оставлять обиды вот тем, кто проклинает, злословит о вас, клевещет без конца, да? И воспринимать его как брата, молиться за него, за его счастье также? Не помогает. Трудно. Это работа. Это такая борьба с самим собой, чтобы следовать заповедям. Это огромный труд. А мы не хотим трудиться. Нам некогда. Не потому, что не хотим, а нам некогда. Мы помним, мы знаем, мы понимаем, мы согласны. Почему не исполняем? Трудно. Тяжело. Почему? Потому что я тот же родственник. Если вы мне сестра, то я вам брат. И то, что есть в вас, что меня не устраивает, и я во мне тоже есть. Вот в чем парадокс. Мы все в братстве и в этом родстве. Мы все едины. Мы едины не только в любви, но и в беде, в преступности, в порочности. Нет у человека, который кристаллен или чист, как младенец. Уж извините, даже младенец иногда рождается с родимым пятном, с бородавками, с какими-то патологиями. Но ведь это же не просто какая-то природная физиология, нарушение физиологии. Нет, это тоже некие сигналы и знаки. Можно и так относиться. Вот и все. Поэтому прощать. Трудно прощать. У меня ведь тоже есть и на этот счет отмазка. Какая? Скажу. Я не мщу. Месть подразумевает зло. Но я помню. Я могу быть после наших каких-то сложных отношений с вами быть благосклонным, благодарным, улыбчивым. Но я не могу забыть. И я не позволяю себе забывать. Почему? Не для того, чтобы эта память превратилась в злопамятство. Когда долго помнят что-то нехорошее. Ой, какой ты злопамятный. Да нет. Я это помню только для того, чтобы не повторялось. Чтобы эти грабли оставались там, где они мне ударили по лбу. Вот и все. Ваше жизненное правило, которое, по сути, уже личной заповедью стало. Не претендуй. Вот история возникновения. И ко всем ли правилам жизни, грубо говоря, ко всем ли ситуациям в жизни относятся? Тут я немножко расшифрую. Вот этот призыв самому себе, он у меня возник как раз из перехода одной жизни в другую. Не периоды, не этапы, а именно жизни. Со второй на третью? Да, со второй на третью. Когда я стал бороться с недугами, с пороками, бедами, несчастьями, самоуничтожениями. То есть я сам разрушался. И когда я вдруг понял, что мне надо пересмотреть кодекс своего поведения, своей жизни, своих пристрастий. Я сам себе устроил казнь. И я уничтожил того сухорукового. Конечно, многое во мне осталось, затаилось, присмирело, угнетено внутри меня. Это естественно. Никуда не уходит ничего. Все в тебе остается. Только в другом каком-то состоянии. Знаете, есть живой продукт, а есть концентрат. А есть вот яблочко наливное свежее, а есть сухофрукт. Понимаете? Вот и все. В данном случае, а есть и червоточиной. Все в тебе остается. Но в данном случае, когда я решил не меняться, обновляться, начинать новую жизнь. И сочиняя нового сухорукового, который мог бы быть полезным, который вдруг решил отдавать свое дарование, скромно говорю, а не талант, людям. Который должен был все-таки начать жизнь и, учась, проучившись в театральном вузе, быть актером для людей, а не для подворотен. То есть другой сухоруков. Пора отдавать. Пора быть полезным. Это все. Лозунги, они могут также обветшать, что во мне внутри. Так и получилось. Когда я начал эту третью жизнь, я вдруг ловлю себя на том, что я все время с чем-то себя сравниваю, с кем-то сравниваю. А как вот этот, а вот у нее, а вот у него, а вот она, а вот он, а почему не я, а почему не я, а почему не мне, стоп, сухоруков. Говорю, ты что? А ты тут при чем? Это их, ее, его, для него, для нее, а ты тут ни при чем. Вот у тебя есть документ, вот у тебя есть имя, фамилия, в тебе твой бог, твоя вера, если вы об этом говорите. И в данном случае ты решил себя заново родить без мамы, без папы. Ну, рожай. Какие могут быть претензии и вопросы к миру? Нет, только тебе. А уж что там у тебя зародится, только от тебя зависит. И вот тут-то я и сказал себе, не претендуй. Вы во всех интервью говорили или намекали, или заново рассказывали о том, что в детстве фантазии и сказки, они заполняли все недостающие какие-то моменты, да, все пустоты в жизни. А их было много. Телевизоров-то не было. Да. Вы ведь уже озвучивали ни одного сказочного персонажа. Что чувствовали в этот момент? И каков он, дедушка Витя Сухоруков, читает ли он сказки своим внукам, да, и прививает ли эту любовь к фантазированию? Конечно. Они меня за это и любят. Я уверена. Я своим внукам, хотя одна маленькая, еще Наденька, совсем маленькая моя крестница, вот, Кирилл Иванович, большая умница. Самое главное, что я им... Я специально-то их не воспитываю, у них и мать с отцом есть, и бабушка есть, и сестра моя, все это. Я с ними разговариваю так, что они мне верят. Они мне доверяют. Вот это самое главное. Как это получается, я не знаю. Вы обладаете даром рассказчика. Вот так это и получается. Но сказки, понимаете, одно дело любить, другое дело опять слово верить. А верить в чудеса надо. Они украшают и ничего не просят взамен. Просто вот читайте сказку и верьте. У меня же история уникальная. Уже она пожелтела от тиражирования про Снегурочку-то. Вы знаете, да? Удивительно. Не знаете? Ну, она уже старая, она уже ветхая история. Мне лет шесть, по-моему. Да, шесть лет. В школу еще не ходил. И мне рассказали сказку Снегурочка. Когда бабка с деткой слепили Снегурочку, детей у них не было, да. И я зимой, мы жили на первом этаже. Вылепилась с ней, да? Я вылепил, да, Снегурочку. У матери бусы порвал, глазки сделал, губы накрасил. Залез на подоконник и давай подсматривать, как она будет оживать. Я ей говорю, детка-то с бабкой не заметили, как она жила? А я-то, говорю, хитрый, я сейчас подсмотрю. Ну, и уснул на подоконнике. Проснулся уже у себя в постели. Быстро к окну подбегаю. А там вот теперь мама, дорогая. Я очень расстраивался. Но веру не утратил. Виктор Иванович, несмотря на то, что детство было непростым, но хочется от вас услышать. Все-таки самое светлое воспоминание из детства – это какое? Детство. Все детство. А я не говорю, что оно было плохим. Когда я сказал, что оно было плохим? Непростым. Непростым. И это я уже, будучи взрослым, состоявшимся человеком, говорю, оно было трудным. Оно было прекрасным. Я любил лагеря пионерские, я любил улицу, я любил помойки, я любил убегать из дома в другой район, в кинотеатры. Я любил свою жизнь, я любил свое детство. Я его обожал. У меня картина висит. У меня один местный художник, Олег Зуевский, нарисовал мою улицу. И я вертел, крутил эту картину по квартире. А сегодня она вдруг оказалась прямо перед писанным столом. И когда я что-то читаю, пишу, а я не люблю лежа, я только сидя читаю, смотрю что-то или изучаю, сидя работаю. Я только всегда глазки поднимаю и смотрю на свою улицу детства. Потом опускаю глаза на мать с отцом. Они молодые сидят на траве. В саду Барышникова был такой сад. А потом опять работают. На самом деле счастливы те люди, с которыми вы делитесь своими стихами. И прежде чем задать вам финальный вопрос, можно я вас попрошу что-нибудь для нас прочитать? Прочту стихотворение, которое связано как раз с Родиной. По тропинке иду, по бокам разноцвет. Вдруг возьмусь, упаду в воспоминания. Никого не веду за собой в прошлость лет. Для меня одного там свидания. Там не знает никто, кем я буду потом. И чужое пальто носит юность моя. Посмотрите, простор вместо дома. На слом дом пошел. И как стон, лишь деревья шумят. Мать с отцом далеко-далеко. Я бы им про себя рассказал. Как я был дураком, дураком. Пока к небу не поднял глаза. Вот уж мчусь по годам. В промежутках сгорая. Жизнь свою не предам. Ни начала, ни края. Спасибо вам за это. И не могу вас отпустить без финального вопроса. Он звучит для всех одинаково. Жизнь удивительная штука. Удивительная. И каждому из нас есть за что благодарить Бога. Я понимаю, что все наше интервью к этому, в принципе, и вело. Если бы можно было выбрать что-то одно, за что больше всего в жизни, вы благодарны Богу. За выживание. За то, что спас. Он спас меня. Потому что наступает. Особенно мне просто на этот вопрос отвечать легко. Потому что я знаю, что Он есть. И мне ничего никому объяснять, доказывать не надо. Он есть. Он рядом. Он везде. Как угодно. Это все можно говорить. Покажите. Все, что... Но в данном случае, я знаю, без Него меня бы здесь давно не было. Вот и все. И никому объяснять. Другое дело, на меня может и церковь обижаться, хотя я это говорил неоднократно. Религия вторична. Первична вера. И Бог есть у тех, кто верит. Без веры даже лампы нет. Вот вы мне говорите, вот лампа. А я говорю, да нет лампы, я не верю. Вот и все. Глупость, конечно. Но оно есть. Так и Бог. Это то, во что надо верить. Веришь и есть. Не веришь, так и нет. Чего об этом говорить? И, конечно, я ему благодарен за то, что он помог всем мучающимся и страдающим за меня. Меня спасти. Один наш поклонник очень классно написал. Его жизнь отполировала до золотого блеска. Светите, Виктор Иванович. И не меркните. Мы вас очень любим. И вы нам очень нужны. Трудиться будем. Труд нас отполирует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова